что любопытно у нас на а те не может пойти и во флэйн и в центр и по фармить он да соглашусь с тобой я по прежнему не знаю плане надеюсь засчитали эту победу я просто лобби не успел прочитать чего то сейчас я могу посмотреть такого что нам чего то такого что могло отменить по первой карты понимаю что сжи там лагали по страшному вылетали постоянно ультимейты на аддонах не качали если что так если все нормально то у нас 1-0 польза информас и сейчас играют команды точно на бразильском сервере я это посмотрел и теперь сжи должно быть попроще информас да 1-0 ничего такого тут просто написали что вроде как сейчас на данном сервере все должно работать стабильно ближайшие три игры предположительно предположительно три игры то есть видишь осталось максимум три может быть в перспективе значит ага значит они там уже решили какой счет будет это либо же они инфомас решили пощадить соперника сказать ну ладно мы теперь полагаем ничего страшно мы вас и так победим но я надеюсь просто что мы нормально доту человеческую посмотрим без всяких таких казусов не сможем ей по человечески насладиться элдер титан вич доктор два саппорта да здесь все верно трех коров остается добрать одним саппорта и двух коров остается добрать команде инфомас а они вот еще договорились о том что если что они произведут рестарт лобби а окей бы его не было хоть бы его не было пожалуйста ну ничего страшного вернемся и на рестарт как бы нам не привыкать мне уж точно я в третий финал вот с подобными проблемами смотрю между этими командами ну и ладно третий пик инфомас это санкинг санкинг тоже саппорт скорее всего но он пойти и в сложную может этот вариант мы конечно исключать не будем пока но основные карты не раскрывает инфомас частине принято брать зачастую очень рано герой довольно гибкий его и в легкую линию ставят и в сложную линию да и на миде периодически он тоже играет аббит тут вчера на нем выступал в миде за фнатик конечно так что все варианты можно рассматривать но из же пора брать какого-то кора сложную в мидл или в легкую сейчас будем смотреть очень надеюсь что это не будет об аддон пожалуйста пощадите нашу психику и ждем ждем просто ничего не понимаешь это липосы и новая мета я понял новая мета не качать способности да ладно об аддону пытался продумать как именно нужно сокращать это нужно до игры было думать лайфстиллер интересный пик интересный пока нет как таковой инфест бомбы я думаю сейчас одного из подобных героев инфомас забанят например пока странно вообще брать лайфстиллера прямо вот сейчас они видно против кого во первых то есть минимум а дай бэйн у которых из грипп работает сквозь магомон бестмастер вот еще дополнительный контроль и пануз добирают видимо скора пожалуйста вообще по моему вот эти все пики контрят на корню своих соперников под каждый абсолютно драфт они готовы за такое нужно наказывать когда вы лайфстиллера ну берете третьим пиком то скорее всего наберут контроля сквозь бкб наберут каких-то мобильных персонажей дабы можно было этого самого стиллера кайтить и вот тени неизвестно вот что что куда как сэнгинг по идее против ластиллера стоит довольно таки хорошо возможно теперь они просто ограничили возможности у тени то есть опции куда он пойдет немного сократились это не допустим и изи ну да скорее всего я причем думаю даже именно в легкую линию поставят но в мидл придумают кого-то более активного более мобильного может быть кастера какого-то наподобие квапы почему нет юзди цеплять абсолютно нечем ну то есть полтора дизейбла я каски не могу считать прям таким уж сильным станом который может зафиксировать квапу и она здесь пока неуловима ее бы тоже было бы неплохо подбанить ребятам из сджи они конечно взять его бы андерлорд ну допустим укрепляют как-то они жира свою стратегию сджи сейчас но по-прежнему есть чем контрить как говорит инмейт андерлорд это герой который что-то делает до 30 минут а дальше становится бесполезным сейчас может быть немного ситуация изменилась андерлорд актуален и даже в лейте просто собирает все все артефакты которые только можно собрать для команды пайп кримсон гард грейвсы все абсолютно что похилит что даст резисты ну а дальше доберет себе уже что-то если игра к тому моменту не закончится поэтому пробивать его в любом случае будет довольно таки тяжело этого дэмэджа может не хватать ребятам из инфамас они могут фокусить ластилер действительно они могут быстро убивать саппортов но хватит ли этого будем смотреть все равно мне у инфамаса пик нравится больше по-прежнему на порядок мне тоже пик радиант больше симпатизирует более того тени против андерлорда должен стоять совершенно спокойно несмотря на то что андерлорд навязчиво может спамить с пылами тем не менее тени достаточно будет набрать себе достаточное количество хила на линию и он все задынает все золотхит как будет что будет делать андерлорд по сути неизвестно плюс эндкин четверка бэйн пятерка они если придут вовремя если андерлорд шаг вправо шаг влево тебя сразу же поймают саппорта и вот двумя нюками в любом случае и последний пик от эсджи ждем темплар ассасин и оде заванены есть квопа есть шторм я все ищу способы хоть как-то инфиз-бомбу реализовывать ну как же много дизейблов у инфамас ты посмотри там у каждого героя есть чем остановить три из четырех могут инициировать ну там просто чудовищный урыв чудовищный тимфайт еще пятого герой не добра да да к всему и шторма здесь брать как-то особо не выгодно пока может быть свежий за ним не рано я ничего не ровно если честно нет я не разочарован мне очень нравится мирана как герой всегда приятно за ней наблюдать но я не понимаю зачем и что она здесь будет делать честно говоря уже действительно между героями синергии не наблюдается вообще никакой вообще там просто куда эту стрелу кидать там вот опять полтора стана у sg вич доктор эндерлорд может зафиксировать титан если все хорошо получится мираной попасть нужно ну замедление лайфстиллера сравниваем с пиком инфамас там намного все круче выглядит и они по-прежнему ласпик имеют и могут добрать себе кого-то очень серьезного то что sg берут себе титана первым это довольно странно на самом деле то есть есть гораздо более сильные метовые персонажи которых хочется на фп увидеть они берут титана под которого подстроиться легко и вы еще и ласт пик получаете в такой ситуации где под вражеских коров то есть лавстиллера уже законтрили а тут все понятно теперь нужно придумать как законтрить мирану таких персонажей тоже очень много таких персонажей просто масса то есть миран мирана вот этот пик не особо противный то есть с g могли взять какого угодно героя что-то типа а ну вот вайпер они сами забанили допустим но любого другого но не мирану они просто развязали инфаму с руки они могут взять любого обстоятельства героя любой стоит против мираны вот в текущей мете потому что миран была порезан давно тяжело восхитить тяжело ровно стоит линию в общем это посмотрим импакт по игре у нее тоже такой больше сосредоточенный на гангах каких-то общего плана там онлайт нажимаете и куда-то бегаете но таким же образом можно тогда мирану на саппорт составит такое чувство знаешь одни будут атаковать и другие бежать просто мунлайт прожали телепорт прожали рейдж прожали и бежим 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 и там титанчик если что подстанет и спасет команду ну потому что в атаку с g будет играть очень тяжело надеюсь что я ошибаюсь и вот это queen of pain ее тоже крайне сложно будет остановить и полегче стоять просто в миде чем миране у нее монокост поменьше на способности ну максимум что-то можно делать миран это стрелами катапульты забирать моментально и все это из плюсов не совсем понятно именно она пойдет в мидл судя по всему хотя подожди фудер играл в миде в прошлый раз да я посмотрела что игроки сапнулись персонажами будет ли это лайфстиллер в центре посмотрим в принципе он нажимает рейдж сбивать себя даггер клопы и конечно же конечно же дисконнект ну как же без него без вариантов вообще именно у sg он в очередной раз происходит но вот как раз пока пауза расскажу историю с прошлого финала наконец-то история я протекла кстати что это за трюк от тебя был ты просто хотел зрителей удержать на вторую карту естественно конечно как же без этого то что матч-то интересный что касается прошлого финала было следующее сыграли команды первую карту инфомас точно так же первую победу одержали зашли в лобби мы слушаем все музыку и читаю и я читаю параллельно что происходит команды пытаются поделить сервер одни хотят играть в бразилии другие в перу все понятно инфомас ой вернее sg говорят что у них у одного из игроков на перуанском сервере 300 пинк и он не способен играть то они вылетают то перезаходят пересоздают лобби что они там только не делают но пинк остается три сотки они ничего сделать с этим не могут тут врывается тренер оба тренера команд в лобби тренер sg говорит следующее ребят сейчас давайте таким образом поступим он до меня на такси доедет ко мне домой сядет играть от меня администратор ну пожалуйста пусть играет заходит он в лобби игрок через две минуты буквально там спрашивают уже доехал такой да нет это ну я под его аккаунтом зашел все нормально но если он не успеет как утверждает тренер если он не успеет доехать до конца пиков то тогда мы честно сдадимся и скажем что вот он не доехал вторую карту можете ставить нам тихлус будем сразу играть третью администраторы с этим соглашаются пики прошли довольно быстро потому что все штрафы уже были на сжи наложены у них там не было бонус тайма вовсе проходит буквально пять минут игра начинается как ни в чем не бывало команды играют и подозрительно хорошо играл кэри команды сжи знаешь и мы начали шутить что это тренер сел поиграть на вивере он тогда выступал они выиграли эту карту причем очень легко там чатик вообще веселился как только мог начинается карта под номером три видимо игрок доехал они проигрывают и так там было что-то с чем-то вообще действительно смотрелось ну крайне нелепо и то что infamous именно выиграли ту серию тот финал наверное во избежание различного рода скандалов слухов и так далее хорошо потому что если бы выиграли с джи то инфобес вполне бы могли сказать ребята где доказательства того что не тренер играет что он действительно едет и так далее слава богу этого не произошло но вот это шутка про то что он ехал в такси мы там начали с джемом обсуждать где они вообще живут там в бразилии в разных городах не в разных может там пробки какие-то или кино снимают там чат начал писать там форсаж 10 бразильский дотер что-то такое ну то есть было очень весело реально тем не менее они проиграли но вот этот сам факт сейчас он доедет отыграет от меня от тренера думали мы вот же здорово то он играет тренер то есть получается вы ждали а мы ждали все это время все ждали все ждали мы час не начинали лобби то есть лобби было час мы не начинали эту игру мы дождались команды сыграли и дальше уже было без лагов все они доиграли оставшиеся две карты там ну практически в равной борьбе но из джи проиграли тот финал но это было действительно очень забавно но вот постоянно какие-то истории в южной америке проходят ну то есть уследить что там у них с интернетами вообще никто не может никто с этим пока побороться к сожалению тоже не способен понятное дело южная америка не считается там ни одна из стран наверное в числе лидеров там по какому-то по информационным технологиям может у них там даже хуже чем у нас дела обстоят хотя кто их знает здесь нападение на бейна снизу и в четвером хорошо стрела прилетела и есть первый фраг для команды с джи в этот раз они за здравие начинают повели 1-0 ну наконец-то наконец-то что-то хорошее мы можем увидеть в их исполнении сж открывает счет причем до до выхода крипов но напоминаем что если общий счет карты составит 1-0 в пользу с джи то общий счет по картам беста в 5 серии у инфамус пока значка есть первую карту они забрали тени страдает неужели тени забьет неужели просто напросто заработать здесь 2 2 да должен должен телекор последнюю тычку не получилось сумел все таки 2 1 хорошая была опасна сам кстати почему-то фласку не пил мог бы точно так же фласку выпить в миссисини а тени побрел куда это ты идешь а тени на топ идет а там пытаются вич доктора заблочить скофилд помешал тут лайфстиллер и уходит вич доктор безнаказанная отсюда и смотрим на линии лайфстиллер с телепортом пора лететь наверное наверх уже бить крипов идет пока пешком андерлорд в сложной линии стоит мирана против квапы на центре она со стрелой квапа и сейчас будет стараться харассить даггерами думаю в двойку будет даггер вкачан как обычно делается так очень любопытные мувы сейчас про от лайфстиллера у инфамус нет как раз таки от тени на себя просто я так понимаю пешком шел на да да он вниз летит он пришел пешком на топ понял что ну его нафиг и пошел просто вниз так от тени шел на топ он подумал что ласиллер здесь останется в свою очередь потом видит что да вроде ласиллер ушел сделал тп сюда и как только он скостовал тп да ласиллер тоже выигрался и т-майн games по сути выиграли с g я думаю именно они хотели стоять первую очередь один на один что в андерлорд располагался ну и лайфстиллер в принципе нормально может постоять против тени вич доктор ну один из королей в битвах 3 на 3 среди саппортов он действительно много очень импакта вносит в каждую драку эти каски эти маледикты если уж драка начинается то без размена команды с вич доктором уходит очень редко и 3 на 3 самое главное что сын кинг привязан к нижней линии бэйн привязан к нижней линии они не могут хотя любят уходить куда-то помогать и приходится теперь сейвить своего тени иначе он отсюда может мало что вынести да в общем то проблему основную предыдущего луза ажи решили вот именно таким образом распоражились в район на боте без того чтобы оставлять своего кэри и к нему постоянно перетягиваться связи с тем что его мучают здесь они изначально стараются саппортов брать на себя и уходят тени он был вынужден ему очень тяжело там хоть пять крипов и добил даже больше чем лайфстиллер на минуточку но все равно дальше будет сложнее решили просто снова поменяться прилетит прибежит сюда бестмастер да бежит он пешочками есть у него кстати уже ботал тени против андерлорда андерлорд по экспириенсу гораздо больше будет иметь пока там тени подбежит сейчас он четвертый уже получит там встреча по титану ну и собственно после нападения нападения на бэйна тот мальтик получает заслипали конечно лайфстилера поэтому догнать не получится но бэйн вынужден отступить даже в такой трипле все равно классно все osg как мне кажется да конечно они оттуда никуда не уступают не отступают а вот инфамос приходится что-то придумывать перетягивается тени но тени уже будет некомфортно стоять против андерлорда который за все это время apple 4 level и может кстати поконкурировать по дэм уже с руки с тени которые вот содержат руках три глоба теперь уже могут даже не свапаться тени уже за задушили скажем так андерлорд андерлорд должен справляться ну а мир она пока проигрывает свою линию немного но проигрывает зато очень хорошо дэнает и тот и другой 9 и 12 дэнаев соответственно плюс чужих крипов добили практически равное количество ну а липоса продолжает бодаться с тени но вот этот перевес по экспириенсу там чуть ли не полтора левела пятый сейчас получит андерлорд и уже есть сол ринг он может нон-стоп просто закидывать тени ему будет неприятно здесь 25 на 7 андерлорда но эту линию он точно уже не проиграет и туда перетягивается сенкинг оставляют без мастера терпеть в одиночку но тени просто-напросто не видит и какого другого варианта начинает бегать за баунти рунами не знает здесь где на этой карте вообще найти себе пару в конце концов и походу собирается далее страдать против андерлорда но с другой стороны что делать что еще можно придумать больше ничего не сделаешь больше некуда эти в миде позиция занимает клопа на боссе стоит два героя ну да учитывая что остался один лишь без мастера можно здесь и покинуть лайфстилера что и делает сейчас те или корон уходит на своем титане и на топе андерлорд может быть попытаться его цепануть три героя здесь он уже очень жирный тысяча здоровья не так то просто персонажами 2 3 уровня будет его даже с прокаста убить поэтому спокойно он здесь располагается но эти там тоже ближе к нему переместился чтобы если что подсейвить по сути кроме мида по всем линиям с g сейчас соперника переигрывают но и на миде тоже отставания нет как такового у мираны от квапы что большой плюс на данном случае мирана такого исполнителя да как у дир мне нравится не очень просто на самом деле мирана и перелосхитить ту же самку хотя если вспомнить то все-таки копия немного резали и демоши тем не менее у попита вот уже есть два на тарисмана и миране приходится не просто порой на вижу что она постоянно переключает рынков аквилу когда он схитится прямо упор с копой и это дает ей возможно что-то поддонает что и дать копия забрать свою очередь так что она старается до старается старается хорошо где тени и не снова был выгнан с верхней линии тени должна убрать баунти по моему а нет он возвращается на линии действительно фармливает creep wave пока андерлорд пытался забрать баунти его стащил бэйн бэйн кстати много задерживается здесь совершенно не точный хестом бисмастер с дд возвращается на нижнюю линию но ведь никого не сможет у него не вкачано зверьё поэтому даже мечток здесь не пострадает ни в коем случае зато кост был кстати больше половины здоровья у него нет там ддл бисмастер должны были это видеть и отступает естественно скофилд вынужден был лететь на всякий случай и тем самым развели в какой-то степени на этот телепорт отхиливается лайфстиль это и снова все будут живы здоровы ну разве что бэйна попробуют здесь немного побить но тоже он спокойно ходит за слипов андерлорда очень осторожная игра киллов крайне мало и ни те ни другие банально не могут выйти а может быть и не хотят не знаю здесь бисмастерс дд пошел за вич доктором три удара нужно еще нанести раз удар два удар пойдет ли до конца пойдет пойдет достаточно было бы нанести тычку но обидел ли он вич доктора там еще и тени убили на топе в этот момент с джей так таким образом ну реально и верхняя нижняя линия безоговорочно были выиграны и мид не проигран я думаю на творца если включу то да там первые две строчки именно за sg 3 400 уже лайстиллера и на тысячу он тени опережает для такой минуты многовато тени конечно фармит довольно быстро но все равно санкинг снизу очень битый просто стоит вижна нет по нему а у того есть сон шторм если что но поэтому и не боится стоит чуть не вплотную крипом мечтой доктор обязательно бисмастер у него есть лава ша если подкопать а если подкопать и убить да через он конечно очень легко и так пары на топе тени можно попытаться что-то придумать конечно есть бы вот он слип но очень не своевременный просто убивать бы на вот он только сейчас мысли война очень шустрый просто скользнул спадла противника ну и тени и в коем случае нельзя оставаться стоять на линии в одиночку на самом деле потому что он совершенно не фармит да и два в два не могут ниже ниже и ниже два в два то тоже не получается у них так смотри ну вот встретились они два на два саппорт с кором ну и выгнали их абсолютно элементарно sg там полторы тысячи у липосов откуда он их будет вкладывать сейчас что будет покупать первым соберет ли какие-то арканы либо пайп может быть сразу либо вообще кремзонгард ну в теории нужно брать пайп потому что магического урона очень много сейвить своих тиммейтов всегда будет полезно скофилд вот он подошел нажал снег шторм потерял половину лица арканы все-таки берет андерлорд ну таки случается можно грипсы собрать вместе с пайпом то есть пайп это такая вещь она не к спеху зачастую пока да пока драк нет пока там уровней нету соперника безусловно это не так полезно но он все равно его соберет довольно быстро то есть там пятнадцатая примерно минута и пайп будет или около того и на пятнадцатой минуте там у лайфстиллера армлет уже сто процентов появится он будет более боевой мираннее да поначалу ей не так сильные артефакты нужны чтобы урон вносить все-таки старшторм плюс стрела это и так сам по себе хороший самостоятельный дэмэдж так на топе может быть что-то придумают стине пытается его цепануть да хорошая хастомпы и маледикт вешается поздноват конечно маледик до прокаста бы это и хороший приход от сюда от попита сразу же моментально титана стирают андерлорда тоже убивать даблкил для queen of pain отличное перемещение после телепорта вот от кора это было здорово или даже без телепорта ну-ка но вот до без телепорта приходил несмотря на плачей плачевную поначалу ситуацию инфонос давай вернемся кстати драфта и мы с тобой заключили что все таки пику radiant намного лучше и вот сейчас сжи себя раз за разом переоценивают нападая на тине это все равно герой 1500 хп они на него нападают там еще плюс стики не могут его зафокусить и ловит перетяжки от других персонажей которые уже имеет лову уже десятая минута нужно лишний раз посеречься или взять наиболее ну больше большее количество персонажей на ганг они просчитались сразу же накормили квапу который по сути вот абсолютно ровно спать мое отстояло да и по-прежнему лишь 300 400 там голды ведет папа лумераны но это благодаря конечно киллам совершенным только что ага культимейт прожимают мунлайт а зачем а видимо чтобы снизу засейвить да 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 на силера нападение было совершено он из инфеста он использовал инфест и после инфеста смог мунлайте скрыться ну отлично могут еще тогда сжи немного потерпеть и в принципе то не нужно по идее сейчас нападать нет в этом смысла проще выформить что-то ключевое и потом только эти мирана несмотря на то что вроде неплохо идет но она все-таки аж 6 по натворцу и вот так смотрю нет ничего позволило сейчас какую-то себя огромную силу представлять просто есть базовый набор стартовых предметов каких-то полезных там тем временем нападение через рот на липосу липоса он не выживет конечно и тиммейты банально не успевали сюда даже телепорт отменили тем временем снизу сын кинг попытаются его здесь поймать станет его будут будут каски будет малетикт и сын кинг не уйдет у него мана абсолютно нет разменялись один-в-один но потеряли андерлорда все-таки он важнее хуто он себе уже в итоге купил да ясно дело здесь размер наиболее выгодны для и нос и по итогу сжи вроде как собрались на боте пушить все вместе ну за исключением андерлорда который очередет секунд трестницы и присоединится к ним но вдруг лаги так кто там окей если лагают ребята из infomas это не так страшно у них вроде как все немного попроще да да и нет никаких таких действительно серьезных проблем с интернетом почаще именно у с g такие ситуации возникают ну ладно поехали дальше да ты прав видишь как все будет столь затяжные паузы они сразу у тренера пять компьютеров поставили все и ехать никуда не надо может быть они уже налили провайдера знаешь которые вот круглыми сутками или просто на матче который приезжает и следит за состоянием интернет и заплатили провайдеру вражескому чтобы он за додос да 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 ребят вы там им сделаете пару мегабит скорость чтоб страдали а мы вам потом с турнира перекинем пару тыщенок ну нет это шутка конечно не воспринимается риос а то я знаю в чате у нас любят верить в заговоры в 322 что только что только не происходит 322 конечно имеет место быть но я не верю когда у вас слот на мажор чтобы здесь были сливы но это невозможно слишком высока цена и infamous в другом составе но именно этот тег другие правда игроки были уже замешаны в подобном скандале и их дисквалифицировали благополучно больше мы их не увидим на просцене снесли т1 на топе с джим и моментально перетягиваются на нижнюю линию помешать снести инфома здесь но они даже даже по сути не приблизились к вышке она практически фуловая нами тем временем мир она продолжает стоять вообще не покидает этот лайн но в пэйн на равных снова с ней идет по на творцу ни у кого никакого преимущества спокойно появился shadow blade ого вспомни как начиналась на него эта игра теперь у него же бэй топ-2 на творц ну вот такой вот он пойдет он по идее видел он по идее видел этот монлайт и дал сигнал своей команде все стражи отступают было бы неплохо правда поставить центре кого-то подловить на подходе но смотри не оказалось если посмотреть на бэйна на его стэш и квикбайту там снизу нападение на липоса липос сразу улетает констабл тоже почему то остался теперь нужно бежать рора уже нет констабл вгрызается в queen of pain но не хватает ему урона она конечно улетит не может а я не понял зачем он выпрыгнул как это было странно надо было либо типа аут было нет он только что купил тп но в любом случае он мог бы доползти до бокового лавки и хотя бы попытаться уйти после потому как не было уже до у копы нет ни улы ничего такого чтобы сбить тп даже не попытался решил драться на развороте причем с квопой да не с бестом ну какой-то знаешь не скомьюникейшн произошел липоса вроде прожимает и паут лайф стиллер почему-то пошел драться и потом спрятался ведь использовал инфест и сразу же выпрыгнул ты такой жалости в голосе говоришь как будто пласть тиллера всю жизнь знал вот почему то вот так получилось ничего страшного не расстраивайся он же рестался все хорошо это же наши бразильские братья они же к нам приедут на чемпионат мира футбол там играть а может быть они приедут смотреть команда с g в полном составе кто знает неймар же любитель киберспорта проплатит всем поездочки прилетят и кс состав да здесь тени могут попытаться убить но подходит сюда бэйн заслипать не успеет и бэйна дальше будут гнать а больше нет дизейвлов и бэйн спокойно отсюда уходит тут тени застрял в касках клетки андерлорда это было очень подлога бэйн ты видела очень некрасиво прям совсем перед носом никаких манер у человека у него такое чувство что игра строится вот вокруг одной линии он ли миддл играю он вообще вот эту территорию не покидал как самом начале стоял так стоит так он мидер а что-то от него хотела у него между прочим уже после пт образовалась что кстати арбам внезапно кого-то серны серна титана прямо за один что он там забыл не совсем не ясно выходят снова вечдок с андерлордом ага вместе с мирана видимо хотели фраг какой-то оформить мирана тем временем купила себе ультимейт орб там еще и лайфстиллера убили сверху санкинг с бестом и сквопой я все жду ответ от эсджи но ответа не следует они разве что т1 толкают и возможно даже справиться с ней да и просто начали набрасываться на вышки вот они середин на бот сядь снесли теперь переключились на мид на топ они вряд ли пойдут там уже первое да вышка пала у хороший подкоп от санкинга по двум героям но там был уже пайп использован может быть этого не ожидали и на развороте бестмастер много урона получает но тоже отступает догнать тяжело будет хотя у квапы есть хаста и можно продолжать преследование там тем временем queen of pain прыгает быстро убивает андерлорда дальше можно вечдоктора тоже здесь настигнуть вечдоктор 100 процентов должен погибнуть блинк есть прыжочек блинк даже без этого справляются и дальше врыв еще и на телекора но прямо под ноги под хастом и пока что драка 2 в ноль будет ли продолжение продолжение не следует а вот помирание очень даже и все-таки минус 3 оформляют сейчас инфомас классно сыграли а все началось с великолепного подкопа санкинга у которого даггер появился он его моментально реализует что выливается в минус 3 и вышку скорее всего да у него 15 минут я возник приблизительно даггер и это довольно так скорый даггер для санкинга 4 позиции все у него прекрасно только что будет реализация того самого блинка причем не единожды сначала сначала подспели андерлорда потом добили вещдоктора и я наблюдала все время за тем как мирана на хосте пыталась уползти от бейна от санкинга и от бестмастера даже с хостой не получилось и и настиг санкинг с клопой потому что у них знаешь тоже есть что-то вроде бипов да эти брюки тоже могут чизить там клопав уже в соло начинают уничтожать вичдоктор без шансов да вот есть может спокойно убивать теперь и вичдоктора да ту же мирану в теории с кем-то вдвоем они легко убивают в соло конечно может не хватить дэмаджа немного а вот вдвоем вполне себе и 12-6 казалось бы равная карта казалось бы 6-6 был счет или 5-5 что там в этом духе и подряд огромное количество фрагов ребята из infomas зарабатывают и с минус 1 тысяч или около того сразу же на 4 вырвались вперед и два кора именно их первые две строчки занимают sg теперь в роли догоняющих но ошибаться больше нельзя ну и насколько же пока не уместен лайфстилер я не видел от него действительно таких действий за которого можно было сказать да этот герой был пикнут не зря они выпекнули третьим не забываем то есть расчет-то на что-то был просто так вы героев же не будете брать или будете ну да либо или просто так можете не качать способности на них просто их пикать ладно и infomas все не могут додавить эту вышку там без мастер тем временем не столкает sg зажались они все на свое половине они даже на линии то не практически не выходят вот ластилер был в лесах здесь два героя в лесах на топе вот вопа уже толкает почему ведь есть тени шину глейдом может напасть повсеместно есть бейн который подцепит весь гриб есть лист мастер у которого есть драма кстати с снизу хороший эпицентр по миране рор сверху же хватит ли урона топоры прилетают мирана по-прежнему жива лип есть пайп есть мирана выживает и на развороте будут убивать очень быстро бейна тот себя заслепал но это его конечно не спасет претиследование будет за бестмастером дальше нужны дизейблы нужно его как цеплять вышки здесь нет да 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 и он попадет он застанет конечно и лайфстилер рядом телекор рядом бестмастера не отпустят и великолепнейшая контр инициация от sg и как же там мирана долго жила и пришел просто андерлорд и показал кто здесь король как он этом засейвил на самом деле король здесь был именно титан потому что он скастовал эхостом все заснули заснул в том числе и кентавр который был бестмастер под контролем и который продолжил действие дизейблов да по миране то есть после парамирола оба и завязал еще стан и миран был здесь дизейблов не выбрался скорее всего погибло но да команда слишком быстро подключилась да и неудивительно как бы нападение было прямо под середин вышкой было бы странно если бы никто миране не помог вовремя среагировали и самое неприятное что вот этой т-1 уже давно не было у инфомаса не могла там условно аквапа куда-то прилететь и быстро добраться до команды чтобы помочь вот ее бы прокаста там точно и на мирану хватило и возможно на кого-то еще но получилось то что получилось минус два формуле с g но это вообще никак не вливается в их скорости отыгрывания вражеского преимущества как проигрывали 4000 так примерно эту цифру и проигрывают разве что немного времени для себя сумели найти лишнего когда могут пофармить соперник пофармить не может да тут я думаю ошибается он даже понятия не меньше стоит центре но просто и стрела попадают я думал стрела не попадет если честно в этот момент и он не запрыгнул да наверх или заверно не надо это хэгэшка он на хэгэш как раз выкапывался но при этом на русло как раз когда делать это но ошиблись второй раз инфомас если первый раз там соперник хорошо сыграл здесь просто загуляли тени в принципе был в позиции но он тоже был не фуловый я думал на мирана вообще планируется выход то есть сенкинг стене вместе как зайдут на него он уже был в инвизи и быстренько с ней разберутся там слишком далеко был андерлорд и никакие бы пайпы и в этот раз не спасли но нет там вообще в другой стороне получилось мини драка и очередной фраг для sg потихоньку начинают отыгрываться на рошана нет-нет-нет-нет смоках на беста с брали слишком долго у них нет ни медальона ничего полезного для того чтобы рошана запилить а вот на топе стоит бестмастер который в своих петах по-моему запутался и пока даже не знаю что предпринять в итоге на него падает и здесь вот и словно будут забирать и рор в ряд минут поможет стал stranger погибает очередной фраг для sg 4 кила подряд они оформляют т2 дальше пойдут по идее да что им еще делать потом если что перетянутся быстренько на свою т2 снизу не стали прогонять куапу там уже вышка была беда копа абсолютно соло и забирает попы кстати давно не было да согласись но за это время она выформила себе три с половиной тысячи и с минуты на минуту появится блэкинг бар и это будет таким огромным сюрпризом для sg а в бкб пробивать и нечем это queen of pain может шороху очень много навести просто смотри кидает сайленс и начинает расстреливать вышку костабал должен попытаться заденать ее обязанно это делать сейчас есть катапультируем уже не хватит добить снарядом душка вот на силе как раз таки успеет это сделать но и довольно странно на самом деле что инфамус остановились приостановились да что нет без конца канков смоков захода в вражеский вес или их может смоков нету ждут видимо ключевые артефакты блэкинг бар на квапе вот сейчас уже будет покупать себе на тине будет мантастайл будет да вот тоже кстати шутили про южную америку что якобы у команд есть какой-то контракт с со спонсорами что нужно обязательно покупать сэнджиндьяшу на всех корах ну вот на тине слава богу и нет ну то есть там просто знаешь такие персонажи есть на которых ты обычно сию не видишь террор блейд и пл реклама какой реклама какой фирмы происходит я не знаю какая фирма может нести за собой вообще продукцию сэнджиндьяша без понятия просто может он какие-нибудь бразильские не макароны какие-нибудь охотники бразильские там рыболовы гарпуны там что-нибудь что-нибудь такое браконьеры конечно не буду говорить это западение андерлорда у которого есть грифсы у которого есть пайпы и наверняка это ничего пайп может прошать и цепляет двоих сразу же и фодер сюда вовремя приходит и можно попытаться убить олд стрэнджера тот бежит бежит и долго бежит но его убьют а дальше а дальше с не кинг летает если мы решили исправиться решили играть агрессивно кого-нибудь загангать убить и почему-то их целью стал андерлорд почему неизвестно персонаж 1800 хп ну как-то до цели резистов приоритеты вообще не так оставляют по моему то есть на него в любом случае три героя на должно нападать и опять же где они нападают под тир-2 куда делается до тысячи репорт согласен с тобой но при этом пошла сама искать героев кстати она придумала с бкб собрала себе шиву застряла в деревьях и в крипах но чезит до конца за титаном еще один даггер и бревно от си красиво есть враг а подловить никого не получится потому что основные силы сверху но летит сюда банда вся вот эта банда да и летит на базу поэтому никого спонуть не сумеет ну ладно вышка на титана это хороший размен 4000 по-прежнему я не понимаю как эти графики практически не двигаются ну было около пяти сделать чуть-чуть отыграли но то что инфо вас несмотря на меньшее количество фрагов по-прежнему держится это хорошо просто и квопа и тени фармят быстрее чем мирана быстрее во-вторых вот как только квопа где-нибудь на фидит кто-то сорвет большой куш потому что пока что и может быть хотя бы на 1000 над ворс где-то графики слетят ну папа как раз таки шивы это на наиболее уязвимом это да больше 10 бкб с бкб я бы вообще нечем было ловить абсолютно то есть делай что хочешь врывайся главное там блин оставь себе если что на всякий случай с холдаунами там подрасчитай и все будет хорошо но это шива больше атакующий вариант ну ведь рассчитывает что она оформит уже бкб к тому времени как может быть активные драки борьба за рошана и мечта то вроде заходит на хг кстати он заходит на хг но вроде у и у той другой команды с этим порядок просто ты знаешь еще какой нюанс шива подразумевает вроде как атаки а так то нет от инфамас ну они были пару раз это не увенчались успехом а дальше все равно пассивный фарм ну ладно шива тоже хоть как-то но прибавляет скорость фарма очень косвенно очень не сильно но тем не менее окей драки будут сто процентов в этой игре это только начало хоть и двадцать пять минут позже так быстро не кстати пролетели эти команды вообще каждый финал вот мета не меняется уже ну допустим месяц полтора да нет каких-то прям крупных обновлений которые очень серьезно ее меняют кроме там каких-то фиксов морфлинга и так далее они так принципе его редко пикали но абсолютно в разном стиле игра первый финал в декабре они играли исключительно в сплитпуш инфамас проигрывая там 10 тысяч умудрились с лайфстилером и шаду шаманом снести за два захода сначала одну сторону против медузы а потом т4 трон просто скрысить их по-другому не скажешь во второй игре то же самое делают из же 3 опять инфамас 4 опять из же и только пятая игра была более-менее нормальной человеческой без вот этой доты бесконтактные там из же оказались сильнее несколько дней назад они играют вообще в другом стиле и постоянные файты постоянные замеса какие-то пуджи и какие-то аркварден и вообще непонятно что здесь снова 3 стиль такое чувство что ну вот им уже знаешь как будто рекламодатели сказали ребят вот мы сегодня хотим вот такую доту посмотреть давайте-ка вы нам оформите ну потому что я не знаю с чем это связано команды меняют стиле команды меняют стратегии там за буквально за неделю это может быть хорошо что вот так они развиваются но не лучше ли использовать то что хорошо работает экспериментирует может быть в гранд-финалах эксперименты в гранд-финалах это страшно а с другой стороны с кем еще играть все остальные команды они не только не просто неровне они там даже близко не подбираются к ним там все матчи 2-0 2-0 2-0 2-0 да я где-то видел эту статистику кстати постоянно они со всеми играют 2-0 я уже забыл когда они хоть кому-то проигрывали одну карту инфомас по-моему недавно неделю может быть назад одну карту проиграли как раз таки и все а дальше 2-0 2-0 2-0 2-0 там ну просто нет соперников них и они реально между собой я думаю они кланвар между собой играют я не удивлюсь если они поедут на один этот будкин в десятером просто играть по моему по моему пора организовать небольшую студию или снять знаешь пентхаус поместить туда всех игроков накупить компьютеров пусть организации как-то этим займутся потому что я лично готова наблюдать за любым стилем игры за любым количеством игр но главное без пауз да они будут жить в одном доме вообще пауз не будет все будет классно если конечно свет не выключат в итоге все десять не отлетят так но пауза продолжается так что он там написал пинг ясно опять пинг и вроде как возвращается тени у нас и дота возобновится у него кстати 2000 после покупки монтостайл дальше будем смотреть что соберет себе очень любопытно будет кстати как тебе выбор 30 единиц урона вместо 20 процентов сопротивление к сопротивлению от магии на тени ну то есть 30 единиц мне кажется для тени это так несчастно выглядит он и так имеет слишком много атаки вот эти 30 единиц вообще ничего не дают ему практически а с другой стороны это 20 процентов резиста и это какой-нибудь худ практически на халяву страны на самом деле в начале начале эти плюс 30 очень многое могут решать именно поэтому тени так быстро фармил впоследствии то понятно что если урон как сглаживается даже не имеет веса по сути на фоне того прироста урона который у тени в целом имеется но вот где-то вот на в районе десятого левела 30 демо же достаточно плюс ну 20 процентов маг резиста все равно в конце концов купит бкб надеюсь его команда собирает пайп хотя похоже никто пока не собирается если что пока что да пока никто ничего не покупает и преимущество продолжает расти вот он уже 6000 нужно драку как-то выиграть и посмотри что делают аксель и тени ну и тут вдвоем и тут еще бестмастер и уже улетает липоса уже начал прожимать он ультимейт и скрылся отсюда поймать его не получилось номера ну цепанули есть финс грипп и тени поблизости мирана прощай тебя не будет минуту наконец-то и фону сделают грамотный слоган грамотный пиков потому что до этого у них никак не получалось ли только видели только фраги отдавали благо не отдали вот киллстрик клопы и теперь перемещаются на рошана только высыпается до без мираны и не задавайте вам изолятор вообще никак так изолятор на лайфстилере да да и они ведь идут они идут но они по-моему не успевают ни в коем случае и к венов пейн скорее всего заберет себя и если тени тени ей ну и нужно разбегаться вот я в такие моменты очень люблю когда команды которые отдали уже рошана еще и в меньшинстве все равно лезут на рожан и умирают там толпой сколько раз я вижу это постоянно и ничему людей жизнь не учат они все равно идут и проигрывают эти драки ладно хоть сейчас уже не пошли но преимущество они снова отдают сопернику она постепенно растет растет где-то по тысячонки в минуту в две начинают отрываться инфамас 7000 это уже не 2 и не 3 это уже приличная цифра с этим нужно нужно что-то делать у тени будет кираса следующим артефактом гиперстаун взят при этом носит телепорт в инвентаре снизу сын кинг с форстафом зажаты снова sg они не знают что им делать последнюю вышку сейчас забирают спокойно инфамас по сути путь на хайграунд открыт в идеале кого-то убить перед этим и спокойно заходить что им делать еще в такой ситуации больше понятнее какого наиболее мудрого план ты не придумать вот только по факту уже масса способностей чтобы хг задевать они уже набрали своего ласа и артефакты чего по идее вот и должно было происходить когда инфу стали групп переворачивать вот если ты графики откроешь что-то увидишь что где-то вот в районе минуты 10 инфамас практически ну начали справлять ситуацию и сейчас они до сих пор ведут да и вот за это время они уже должны были где-то вот минут пять назад уже хг месить но поскольку все эти неудачные ганки были люди получали фраги люди набирали артефакты вот теперь под этим самым андерлордом очень тяжело нападать значит нужно еще один такой же выход совершить как прошлый раз и путь открыт что по смокам нет ни у санкинга ни у бэйна с собой тени в shadow blade может там придумать на кого бы выйти однако с g сейчас грамотно не перемещаются по одиночке вообще ни один герой не оторван от команды все где-то гард и гвардиан грифс дальше купит себе гем хочется конечно снести т3 чтобы потом шрайны какие-то позабирать чтобы было чем заняться инфамас это только вопрос времени попита летит вниз вся остальная команда тоже недалеко здесь я так понимаю не видят их с g у с g нет по-прежнему гемы и соперник свою очередь имеет свободу здесь в центре стоит один до центре элдера но пока что их видимо экономит варты как говорится на дороге не валяются это довольно таки дорогой нынче артефакт стал раньше-то было подешевле и вот ты тратишь вроде как 100 голды по-моему на центре и денег-то под толком не остается раньше вообще жизнь лучше было раньше было раньше было лучше это точно раньше второй доты не было первую все играли да я вас первыми играл серьезно не знаю я мне кажется с версии 6 12 играл или какая она там была еще только в первую наверное лет пять или шесть играл великого того потом естественно во вторую с релиза не не с какого релиза там очень рано ключик достался рано начал играть это все истории прошлые а здесь бордино его видели по-моему и погоня за вич доктором не будет оформлена бэйн без предметов для того чтобы цеплять то почему бордино остался все остальные далеко конечно хотя папа рядом в инвизии ребята из g там есть папа уходит от тени не лагает ой крыла который несется мимо бакабай активировал клопа и прыгает сверху в другую сторону а прыгает вправо и пока что живет да да секундер днк а тут мучает андерлорда в это же время пока квадвард звукала так это еще не самые плохие новости убьют убьют все таки на топе там тени т3 практически снес вот эти плохие новости там снизу какой-то экшен продолжается а тени там теперь развлекается против мирана вич доктор просто в лотаре уходит дальше погоня будет за костмала его не поймают хотя хороший бару страйк по двоим и костмала убивает и так же будет убивать и аликора и пойдет ли под т4 да пойдет это год лайк у queen of pain 16-ка перевеса а тени снес тени снес сторону в соло и сразу же два байбека лайфстиллер и элдер титан хватит ли их двоих ну смотря на что просто прогнать возможно однако тени сделал уже свою грязную работу снес милишный барак и преимущество просто взлетела до невест 9 до 18 тысяч в два раза по итогу этого эпизода игрового ну расконтролили развели просто как детей сейчас информас красавцы да и тут совершенно расселялись и начали атаку на квапу понятное дело что лопает лакомый кусочек она до сих пор папе до сих пор 903 естественно на него набросилась максимальное количество героев кто только мог поддержал эту инициацию она прожала бкб стрела залетела мимо клопа куда-то убежала в это же время до роду на андерлорда а на топе все это время находился тени тени чуть и не рану не отправил в таверну в одиночку успел забрать р3 взял также вместе с тем и милишный барак да это самое пожалуй важное хочется все же за негиса было и так уже справляются но 20 тысяч это невероятно много теперь если мы байбеки откроем 2 было уже потрачено нет ни одного байбека сейчас у sg миране не хватает денег у лайфстеллера куза он сейчас по факту инфамас могут себе наверное позволить одну атаку и без рошана ничто им не мешает знали бы они что там у мирана нет байбека тут точно бы отправились по сути можно повторить все то же что они только что сделали только например в мид пойти ати не понизу будет толкать линию пока он именно туда отправляется в таком ключе просто засплитпушить и закончить эту карту ну вот реально один эпизод прям такой важнейший в котором я даже не знаю насколько как можно было сыграть лучше вот для sg это фатальная ошибка лучше просто не сыграли бы там инфамас лучше не придумаешь я не знаю что ну разве что sg бы gg написали это прям лучший исход ну конечно сдаваться они не хотят они так летят в финале 1-0 после неприятнейшей первой карты сейчас близки к тому чтобы вторую тоже проиграть и тогда у нас снова может быть финал уже третий за сегодня который 3-0 закончится я очень этого не хочу эти команды меня так долго радовали ни разу не играли в сухую и вот сейчас такой вариант возможен но забегать вперед не будем по-прежнему держит сжи по-прежнему у них будет следующая карта queen of pain на топ там ведь доктор улетает все разлетаются все собираются в центре кто-то вот с базы бежит а что такого в центре происходит что туда стянулся команда из джи там всего лишь бэйн подталкивает линии готовится депать судя по всему да больше делать то нечего не способны выйти куда-то с база не способны крипов толкать линии толкать вверх постоянно пушится теперь зажатый полностью почему он там оказался лайфстиллер сайленс получает финс грипп сверху если умрет лайфстиллер то это может быть концом этой карты но он уходит рейдж прожимает его пока не достать мирана тоже очень битая телекор тоже уходит а тени тени снова занимается грязными делами тени тоже молодец и там липоса подставился эпицентр не жалеют на него и вместе с тени вместе с остальными тиммейтами забирают липосу минус важнейший персонаж в защите байбэк у него был уже неплохо тени тем временем ломает бараки снизу мирана приходит очень своевременная бкб и барон страйк по троим и дальше будет ли врыв нет забили просто на них будут ломать сторону сломали уже милишный барак тени вообще не стесняется переходит сразу же на центральную линию хоть и нет у него ни аегиса ничего манта стайл может разве что прожать пока этого не делать если бы пошли в полнаунсом он бы нажал манту и просто-напросто ушел плюс команда всегда рядом там щемец и мирана бардиер стоит на хг у себя уже смотался ну и в общем-то минус вторая сторона опять же за счет предпуша тени за счет того что майнкерри сжи поставил подставился его мучили он вынужден был бежать на базу ну и в общем-то и начинал говорить о том что папе то ну просто катастрофическое количество артефактов а еще одним ключевым моментом было то что в курице тени пришел прошло бы кабе и я просто-напросто нажал боковую стрелу и слез баракова никто не мог за это наказать а там снизу ловят мирану через орчит и это будет очередной фраг тридцатку уже ведут ребята из инфомас но без мираны которая конечно без байбэка снова денег не хватает будет практически невозможно миран очень странно артефакты посмотри у нее манта у нее дейдалус сразу дейдалус и она выходит с мантой на кулдауне отпушивать вижу никакого удара практически нет очень много вопросов как где sg я не знаю что с ними происходит первый раз их вижу настолько беспомощными против инфомас я очень надеюсь что это просто следствие лагов и не что-то другое не верю что они за неделю разучились играть queen of pain прыгает по двоим кастует свой ультимейт по-прежнему жив вич доктор но его затыкать она должна под блокинг баром не наносит последний удар уходит тени тем временем разбирается с центральной линией вот он пытается прогнать всеми силами но не получается напротив гоняет сейчас инфомас своих соперников вот анрор по андерлорду эпицентр тоже но урона нанес в этот раз мало финс грипп хороший по лайфстилеру очень битый снова бару страйк по троим блестяще отыгрывает последние эпизоды с м ким гуд гейм 5 в ноль инфеймос 2-0 вау я даже не знаю что сказать я расстроен игрой с g безумно расстроен я ожидал борьбы я ожидал четырех пяти карт но пока если они также продолжат не вижу вообще перспектив у них в этой серии даже если одну там чудом отожмут у инфомас огромный запас сегодня они гораздо увереннее играют но я с тобой тут соглашусь изначально мы предполагали что это карта будет за инфомас просто насчет того что у них аудрафт над оппонентом вот ну посмотрим может быть из же что-то придумают мне кажется если они хотя бы хотя бы драфт свой на новый уровень выведут он осталось только расставка по линиям у них хорошая то есть они да придумали агрессивную триплу они очень долго мешали вражескому кэри они много делали вначале и потом они с преимуществом почему-то не смогли что-то предпринять они наоборот на ошибались растерялись и так далее возможно как раз таки потому что у них пик особо ничего под собой не несет никакой идеи абсолютно никак потенциала просто ничего и деф тоже такой себе их распитили и снесли здание так что посмотрим они неплохо хороший драфт может быть что-то да в драфте вся проблема соглашусь с тобой дело в том что играют неплохо но вот эти лайфстилеры третьим пиком как их уничтожили морфингом ласт пиком просто одними лишь драфтами выигрывает инфомас то есть им даже делать ничего не нужно герои сильнее герои идут побеждают все на драфте они прям в разы увереннее себя чувствует ну ладно будем закругляться чтобы успеть зайти в лобби потому что я уверен она уже создана и пойдем на карту под номером 3 инфомас 2 0 это гранд финал на esl one готовится 2018 от региона южная америка не переключайтесь третья карта через несколько минут а а а Продолжение следует...